И снова мы будем ловить рыбу на живописной акватории Днепра. Сегодня наша цель – спортивная ловля леща фидерной снастью. Рассказать о премудростях фидерной охоты на осторожную рыбу согласился известный рыболов-спортсмен Алексей Пугач. Мы сегодня находимся в прекрасное летнее утро на водоеме Днепра. Это находится в Запорожской области. Один из заливов Верхнего объекта, называется он Утрадное. Очень живописный, красивый залив с довольно-таки большими глубинами и наличием большой и крупной рыбы. Мы сегодня будем делать ставку на леща. Я поделюсь с вами основными нюансами, как правильно его поставить на точку, как его прикормить. Сейчас отправимся к основному этапу подготовки – это замешивание прикормки. Итак, на основе чего мы будем замешиваться? Это прикормки украинского производителя серии «Премиум». Это «Ривер» мелкофракционная и «Бигфиш». Тоже из новинок. Это больше среднефракционная с насыщенным запахом скопокса. Сочетание двух прикормок «Ривер» и «Бигфиш» нам даст стойкий карамельно-шоколадный запах, который будет привлекать леща. Для сегодняшней рыбалки Алексей использует четыре пачки прикормочной смеси. В прикормку обязательно будет добавлена ароматическая составляющая – меласса, запах которой нравится крупной карповой рыбе. Общего объема прикормки должно хватить и на приваживание рыбы в почти стоячей воде, и для использования смеси в кормушке. Получается светло-коричневая прикормка. Такая она будет и уже в увлажненном состоянии. Но это нам как раз именно тот цвет, который подходит в данном месте. Мелассу будем использовать карамельную. Разбавляем с водой. Пропорция один к одному. То есть нам надо на 4 килограмма прикормки 400 грамм меласса. Это почти полная баночка. И 400 миллилитров воды. Перемешивать надо тщательно со дна, чтобы она все соединилась вместе. Было одной консистенции. И вот когда уже размешали со дна нашей емкости, можно уже будет замешивать на этом нашу прикормочную смесь. После того, как у нас закончилась меласса с водой, последующие увлажнения, то есть второй, третий этап увлажнения, мы производим уже с водой, с водоема. Финальное увлажнение прикормки делаем очень-очень постепенно и равномерно. Чуть-чуть добавили и размешиваем тщательно. В целях рекомендации после увлажнения уже финального рекомендую всем просеивать прикормку через сито. Протирание смеси сквозь сито делает ее более воздушной и однородной. Помогает воде равномерно смачивать все частички прикормки. Я хочу с вами поделиться, как я вяжу самую элементарную, практичную и очень даже универсальную снасть. Это называется инлайн. Что нам надо? Нам надо взять небольшую американку с вертлюжком. Продеваем леску. Без ограничения, нигде никакого верхнего стопора нету, кормушка свободная уходит. Отправляем ее в полески. Берем вот такую бусинку, вот такой вертлюжочек. Здесь больше диаметра внутри и снаружи меньше. Сейчас я вам покажу, что это даст. Продеваем маленькое отверстие. Проводим полески. И делаем здесь двойной узелок. Затягиваем. Отрезаем усик. Берем бусинку. Все, наша оснастка готова. Все элементарно просто. Бусинка с вертлюжком. И сама американка тоже с вертлюжком. Для надежности вытягивания крупных бонусных рыб я ставлю небольшой фидерам, который будет смягчать рывки. Потому что будем сегодня применять тонкие диаметры лесок. Продеваем вертлюжок, петля в петлю. Отвод фидерогамма должен быть ниже кормушки. Как у нас есть. Это не даст нам, если будет выше, будет запутываться за основную леску. У нас ниже и не должно путаться. Дальше мы снимаем кормушку. И ставим маркерный грузик для того, чтобы прощупать место лова. Что я сейчас буду искать? Мне надо найти. Идет мулячка, то есть яма. И переход ракушки, где-то участок метров пять. И бровка. То есть мне надо стать на границе муляки и ракушки, чтобы я сделал буквально 2 метра, смог сделать протяжечку по ракушке. Отправляемся на поиск. Первый заброс делаем без клипсы на максимальный выброс. Ищем вообще место. Максимальная внимательность. Какая глубина по падению грузика. Это всегда надо обращать внимание на это. Примерно выбираем сейчас ориентир на той стороне. У меня это будет, например, окация. И делаем заброс. Алексей медленно протягивает маркерный грузик по неоднородному дну залива. Отмечает места с чередованием Ила и Друс Дрейсены. Приблизительно перспективное место, где уже переход ракушки, заклипсовываем и проверяем слева-справа, есть такой-то переход. Потом делаем отступ в где-то 4 метра и проверяем еще раз. Вот мы нашли ракушку, даже такой уже подъем с небольшими кратерами. То есть от этой точки надо отступить буквально 4 метра, это где-то 5 оборотов катушки. И можно клипсовать и отправляться к закорму. Место мы определили, заклипсовались, теперь ставим кормушку закрытую, для того, чтобы в верхнем ярусе воды не было никаких сыпающихся компонентов, которые привлечили бы мелкую рыбу. Нам надо максимально наш корм положить в дно, и для того, чтобы клевала крупная рыба. Стартовый закорм делаем из 5 кормушек, а там уже будем вести ловлю примерно 2-3 минуты темп с протяжками, и будем определять, надо это сегодня или не надо. То есть пока делаем 5 стартовых закормочных кормушек. На старте мы будем кормить сразу опарышем в корме. Это основное, чтобы привлекать крупную рыбу и отсекать мелочи. После переводнения кормушки на дно, выжидаем где-то 15 секунд, и делаем резкие взмахи удилищем, для того, чтобы опустошить кормушку на дне. Под матом выбираем слой и продергиваем. Весь цикл создания в секторе ловли ароматного кормового пятна повторяется несколько раз. На дно отправляются разные вкусные для леща ингредиенты. Советую еще на стартовом закорме сделать пару закормочных кормушек с подрезанным червем. Это маленькая баночка, мне удобно в такое резать. Ложим сюда червячком, примерно еще чуть-чуть, чтобы на две кормушки было. Так, и берем такие вот удобные треножницы, которыми удобно и быстро можно резать. Буквально 10 раз порезал, у нас уже есть нарезанные червячки, которые на кусочки подойдут. Примерно такого размера мы будем ловить. Ложим это в корм. Отправляем червячку на дно. Последние кормушки доставляют в сектор ловли при кормку с животным содержимым. Можно готовить рабочую снасть. Пять закормочных кормушек уже провели. Теперь выбираем поводок. Буду стартовать с поводка длиной 70 см и диаметром 0,1 см. Их надо хотя бы, чтобы начало показало, что рыба есть на точке, что она активничает и вообще какая рыба есть на точке. И потом уже будем смотреть в плане увеличения. Крючок используется 16 номера. Из насадки хочу попробовать какой бутерброд. Заберется червячок, прокалывается. Половинка откусывается ногтем. И еще один кусочек червячка. И тоже откусывается. И все это закрепляется одним опарышем. Будем пробовать угощение такое продавать. Прицелились и отправляем. И ожидаем поклевочку. Две-три минуты темп. Кормлю все той же кормушкой, как и начинал за корм. Для того, чтобы поймать крупную рыбу, надо сначала накормить. Чем пока в ближайшее время будем заниматься. Очень осторожно клюет. Алексей выдерживает длительную паузу. Еще. Ну давай. Произошла первая поклевка. После закорма, скорее всего, что пока мелкая рыбка стоит на точке, пришла первая. И что это у нас? Это у нас маленький подлечик. Такого подлечика мы даже в садке держать не будем. Сразу таких мелких будем отпускать. Ну ничего, уже приятно. Первая поклевка была. Следующий заброс попробуем окунуть в дип скопекс. Посмотрим, как рыбок сладенького отнесется. Я думаю, что ей должно понравиться. Вкусный бутерброд отправляется на поиски голодного леща. Проходят три минуты и что-то решительно дергает снасть. Да, это подлечик. Учитывая, что у нас тоненький поводок, Алексей использует для этого трофея спортивный подсачек. Берем эксатор. Такое вот начало. Отправляем его в садок. Потом отпустим. Кроме традиционного опарыша, наш эксперт активно добавляет в прикормку навозных червей, которых очень любит лещ. Действительно, клюет почти сразу. Какая-то произошла резкая поклевочка. Но что не похоже на леща, больше похоже на какого-то хищника. Потому что был резкий на старте. Посмотрим, что это. Поводок тонкий, крючок маленький. Нет, это просто карасик клюнул. Ну, очень активная поклевка была. Снова кормушка с червями в воде. И снова клюет. Да, произошла уверенная поклевка. И это есть все шансы. Надеюсь, что это лечь. Нет, это подлечик все-таки. Чуть-чуть покрупнее. Но все равно еще мелковатый. Отправляем садок его. Поклевка произошла классическая. Буквально 2-3 минуты с отстрелом. Но по насадке, что видно. То есть я сейчас начал больше кормить опарышем. И он получает неравнодушность вставка к опарышу. И насадка 5 больших опарышей. И там макаем все в дип. Под названием скобекс. И тоже в кормушечку добавляем опарыши. Ждем следующих поклевок. Опять кто-то очень осторожно лакомится наживкой. Кто же там? Учитывая сопротивление рыбы, это карась. Это карасик. А так хотелось опадлечика. Подсачили. Вот такой. Небольшой, но очень приятно. Так. Карась тоже неплохой трофей. Но мы приехали за лещом. Ожидаем именно его поклевок. Проходит 5 минут. 10. Уверенная какая-то поклевка, когда крупная рыба клюнула. Реально это что-то, может быть, заявка на успех. Главное ее достать теперь. На поклевку мы ее уговорили. Осталось дело за малым. Всего лишь вывести на поверхность. Уходит в левую сторону. У нас там коряжка небольшая. Надо не дать ей туда зайти. А то может быть досадный сход. Уже где-то близко. Сход. Жаль. Несколько минут приходим в себя. И продолжаем рыбачить. Потихоньку загибает, загибает. Видишь? Оп. Чуть-чуть загнул. Оп. Произошла лещовая поклевка. Вот он катает головой. Немножко остановился. По всем признакам это лещик. Не знаю в каком размере, но лещик есть. Надо пока сконцентрироваться полностью на его уваживании. Вот он. Вот он, наш красавец. Да, первый нормального размера лещ. Вот такой. Отправляем в садок. Красавец лещ отправляется в садок. А спустя несколько минут у нас клюет неожиданная рыба. Это гораздо крупнее. Плавно-плавно подходит. Надо не дать ему шанс опуститься на дно. И тонкий поводок обрезать об очень острую ракушку. Неохотно поднимается. Вот она уже под берегом. Уходит под низ. Не хочет подниматься никак вверх. Поводок тонкий. Так что события не форсируем. Все делаем не спеша. Все в напряжении. А, это даже не лечь. Это нам попался гость, который делал большие перерывы в клеве. И не давал нам спокойно ловить леща. И сейчас, наверное, точно так же стоит на точке. Это река Днепр все-таки. И такие казусы бывают. Поймали. Вот нежданный. Дев не сказал бы, что бонус, но трофей сегодняшней рыбалки. Обратите внимание, вот на червячка. Где-то опарыш убежал. Вот такой вот Семеночек попался. Ну что ж, любуемся случайным трофеем и решаем, что Сомик – наша последняя сегодняшняя добыча. Посмотрим, что же нам удалось поймать. Спортивная норма вылова точно выполнена. Вот мы и половили сегодня. А с мы делали ставку на подлещика. Были, вот и лещик нам пришел, и подлещики. Вот разных размеров. И Сомик даже бонусный полетел. Такого размера. Ну что ж, сегодня прикольно. Сработала она отлично. Все сработало. Живые компоненты. Применяйте все советы, которые я сегодня с вами поделился. И вас будет ждать успех, я думаю, даже не меньше, чем у меня сегодня. Применяйте. И не забывайте отпускать рыбу. Как настоящий спортсмен, Алексей великодушно отпускает своих пленников на волю. Надеемся поймать их спустя пару лет более крупными и упитанными. Я сегодня получил огромное удовольствие от ловли летней рыбы, подлещика, лещика, карася. Желаю и вам больших трофеев, много поклевок, ярких воспоминаний в этом прекрасном сезоне. Субтитры сделал DimaTorzok